В современной мировой торговле есть 7 видов лосося, с которыми вы можете столкнуться, в частности, и на украинском рынке. Они есть разные по происхождению, то есть регионы, в которых эти лососи обитают в дикой природе, они ограничены. Есть как бы два семейства, это тихоокеанские и атлантические лососи. Атлантического лосося мы все с вами знаем как норвежского, шотландского, ирландского, возможно, датского, с Фарерских островов и других стран. Это все один вид лосося, только выращивается он в разных странах. И он у нас представлен практически исключительно в виде фермерской рыбы. Кстати, он же выращивается даже в Чили. И он является единственным представителем именно атлантического семейства лососей. То есть в дикой природе он существует только в водах Атлантического океана. Мы говорим везде, что касается и Атлантики, и Тихого океана, естественно, о северной его части. Там родина всех лососей. А если говорить о техоокеанских, их разнообразие гораздо больше. Существует шесть видов. Горбуша, кита, нерка, чавыча, кижуч, а также радужная форель. Все эти шесть видов лососей происходят из Тихого океана и там вводятся в дикой природе. Хотя фермерские лососи могут обитать не только там. Но для того, чтобы вы понимали, может ли быть дикий лосось кита из, например, Дании, нет, такого не может быть. Если говорить о соотношении производства диких и фермерских лососей. Здесь тенденция последних двух-трех десятилетий очень четкая. В принципе, как и во всей в целом рыбной индустрии. Фермерских продуктов становится все больше. Ресурсов океанов не хватает для того, чтобы накормить все население планеты. Соответственно, увеличивается доля фермерской рыбы и морепродуктов на рынке. Иначе ресурсы океана истощаются в очень краткие сроки и мы бы остались совсем без них. Как вы видите, в 90-м году соотношение дикой и фермерской рыбы, что касается лососей, вот этих семи видов, о которых мы говорили, было в пользу диких. Их производилось приблизительно две трети от общего количества. И в прошлом году, по результатам года, мы видим, что тенденция поменялась на противоположную. То есть на сегодняшний день диких всего лишь одна треть. И это говорит о том, что все дикие морепродукты и вся дикая рыба постепенно переходит в премиум сегмент. Она не успевает восстанавливаться, даже несмотря на то, что существуют квоты на вылов и ограничивается браконьерский лов и другой. И чем дальше, тем ее будет меньше. Тем более, что население планеты растет, а популяции дикой рыбы не растут. Дальше диких будет все меньше. Если мы будем говорить о фермерских, то есть четыре вида, с которыми вы можете столкнуться. Но 90% всего производства фермерских лососей – это как раз атлантический лосось, о котором мы говорили. То есть тот, который выращивается в Норвегии, Шотландии, Ирландии, Чили и так далее. Это все один вид рыбы, который просто выращивается разными фермерами. И на сегодняшний день в дикой природе его встретить, вернее, на рынке практически нет предложений этого лосося в диком виде. Нет, потому что, собственно, и не может быть. Объемы его вылова ничтожны, даже если бы мы говорили только об украинском рынке. Его бы не хватило. А учитывая, что рядом европейский, который его также потребляет, до нашего рынка в диком виде атлантический лосось практически не доходит. И он составляет 90% всего фермерского производства. То есть тот предыдущий график, ту диаграмму, которую мы видели по фермерской рыбе, 90% объема производства составляет именно атлантический лосось. Также есть определенная доля еще трех видов фермерских лососей. Это радужная форель. Мы ее называем форель, но, собственно говоря, это лосось. Так сложилось у него историческое название, что его называют форелью. Это лосось как раз тихоокеанский, но выращивается он на сегодняшний день практически по всему миру. То есть его успешно акклиматизировали в Европе, в Дании, в Норвегии, вплоть до того, что даже в Италии он выращивается. Его относительно немного по сравнению с фермерским, вернее с атлантическим. Но, тем не менее, его икра достаточно ощутимо присутствует на рынках, в том числе и на украинском рынке. И есть еще два, которые тихоокеанские. Это кижуч и чавыча. Кижуч выращивается, например, в частности в Чили. И его выращивается больше, чем его вылавливается дикого. Чавыча немного выращивается в объемах, которые, собственно говоря, тоже не попадают на украинский рынок. Итак, если мы говорим о лососях фермерских, то то, с чем можно столкнуться на украинском рынке, это в основном атлантический лосось, радужная форель и кижуч. Если мы перейдем теперь к диким лососям. Есть пять видов тихоокеанского лосося, которые на сегодняшний день достаточно существенно представлены, в частности, и на нашем рынке. Это горбуша, кита, нерка, кижуч и чавыча. Единственный из диких тихоокеанских, который не представлен, это радужная форель, о которой мы говорили. Потому что их производства очень мало. Тем не менее, у каждого из этих видов лосося, диких тихоокеанских, есть свои особенности. И есть свои объемы вылова, которые тоже очень отличаются. Почему эти лососи не особенно приживаются в аквакультуре и фермерских хозяйствах? Одна из основных причин – это то, что нерест у них происходит один раз в жизни. То есть у этого лосося единичный жизненный цикл. То есть мы можем ориентироваться на вот эти пять видов лосося, которые мы можем встретить как дикие. И, соответственно, их икру мы можем видеть именно как икру диких лососей. Что такое жизненный цикл лосося Аляски и, в частности, всех тихоокеанских лососей? Рыба вылупилась из икринки и начала постепенно готовиться выходить. Вы знаете, что лосось нерестится в пресной воде. То есть это рыба, которая заходит из океана в пресную воду. Находит место, кстати, всегда безошибочно то место, где она сама родилась. Ученые пока до сих пор не могут определить, каким образом она это определяет. Она возвращается конкретно в тот ручей, в котором она родилась, мечет икру и после этого там умирает. Малек, который вылупился из икринки, какое-то время выходит из реки, из пресной воды обратно в океан. В океане проводит достаточно долгое время, у разных лососей по-разному, от одного года до пяти лет. И потом точно так же возвращается на то место, где родился, мечет икру и умирает. Ну и, соответственно, начинается новое поколение. Как вы понимаете, для фермерских хозяйств такой короткий цикл не очень удобен и создает серьезное количество проблем в производстве. Что значит, что рыба, что у нее такой короткий жизненный цикл? Это значит, что ее вылов, соответственно, и производство этой рыбы, соответственно, и производство этой икры, оно осуществляется в соответствии с сезонами, в которые эта рыба не рестится. И они достаточно короткие. То есть эта рыба, а особенно икра, не может быть представлена круглый год на рынке. У каждой есть своя сезонность. Почевыча мы поговорим потом отдельно. Ну, это буквально 3-4 месяца, в течение которых на Аляске происходит массовое заготовление продуктов, как лосося, так и икры. И потом эти продукты замороженные уже экспортируются во все страны мира. Иначе мы бы могли увидеть эти рыбы только пару месяцев в году и больше никогда. Но, с другой стороны, если вы, например, слышите о предложении охлажденной дикой нерки с Аляски, либо откуда-либо еще в ноябре, вы можете понимать, что это нереально. Что либо тот, кто вам ее продает, не понимает, о чем он говорит, либо он сознательно вводит вас в заблуждение. Потому что сезон у нее к середине сентября заканчивается в принципе. Итак, если мы говорим об украинском рынке, мы можем подытожить это вот такой таблицей. Мы можем встретить 7 видов лосося. Из них 2 вида практически исключительно будут фермерскими. Собственно, как и их икра, если вы их встретите. Это атлантический лосось и радужная форель. Один из видов может быть представлен как фермерским, так и диким. Это кижуч, соответственно, его икра. И 4 вида, которые представлены на сегодняшний день только в диком виде. То есть нет на сегодня импорта, скажем, чавычи, который в небольших количествах выращивают в Украину. Она вся дикая. Так же, как горбуша, китай, нерка. Что это значит? Это значит, что если мы предпочитаем работать с дикими продуктами, с этими 4 лососями мы можем работать без опасений. А если мы уже переходим к кижучу, радужной форели и атлантическому лосося, нам нужно обращать внимание на маркировку продукта. Дикий это или фермерский, из какой он страны. Все 5 видов диких лососей, которые могут быть в Украине, все водятся на Аляске и поставляются с Аляски в Украину, соответственно. Всех их вы можете встретить действительно дикими. Но не стоит забывать, что всех их вы можете встретить только замороженными, либо дифростированными. В охлажденном виде они в Украину не привозятся. Вот здесь на этой диаграмме очень хорошо видно соотношение вылова всех этих диких лососей на Аляске. Явное преимущество имеет горбуша. Это самый мелкий из Тихоокеанских лососей. У него самый короткий цикл. Она живет буквально 2-3 года. И это самый недорогой из этих лососей и массовый. Дальше идет нерка, кита, кижучи, чавычи. Как вы видите, чавычи, например, производится всего лишь 1% от общего объема вылова. Это очень небольшие количества. Поэтому этот лосось и является самым дорогим. Он самый крупный. Он самый жирный из Тихоокеанских лососей. И встретить его в Украине вероятность минимальная. Больше всего горбуши. По остальным вы можете видеть сами эти пропорции. И, соответственно, понимать, что эти пропорции вылова являются одним из основных в определении цены этой рыбы. Редактор субтитров А.Семкин